Об этом и не только расскажем в следующие полчаса. Украина получила от партнеров ракеты для имеющихся систем ПВО, а также новые современные зенитные комплексы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги ежедневного совещания. Глава украинского государства также отметил успехи по наращиванию собственного вооружения. Отечественные производители впервые увеличили производство самоходных артиллерийских установок «Богдана» до шести в месяц. Президент также добавил, что эта цифра не предел. Защитой Украины от российских обстрелов и изгнания оккупантов с суверенной территории страны – это то, чем круглосуточно занимаются вооруженные силы Украины. Что сейчас происходит в зоне боевых действий, смотрите в нашем сюжете. Российские власти сообщили о ликвидации в Украине генерала армии РФ Владимира Завадского. Он был заместителем командующего 14-м армейским корпусом. О гибели генерала сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По данным расследователей издания «Айсторис», Завадский стал уже седьмым генерал-майором, смерть которого была подтверждена, и 12-м генералом, погибшим в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Также в Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о ликвидации российских оккупантов, расстрелявших украинских военнопленных на Авдеевском направлении. Масштабные потери в своих рядах подтверждают и сами россияне, публикуя в соцсетях вот такие видео. Всего за сутки на востоке и юге Украины произошло 61 боестолкновение. Россияне не прекращают местные штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности силы обороны Украины отразили здесь три десятка атак. Также отбиты попытки наступления оккупантов на Купенском, Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях. В то же время украинские силы продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и наносят огневое поражение противнику по всей линии фронта. Не считаясь с огромными потерями личного состава, россияне вполне вероятно готовят очередную волну штурмов Авдеевки с применением тяжелой военной техники, считает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его данным, сейчас оккупанты пытаются отвлечь внимание ВСУ от приоритетных направлений. Скорее всего, они ждут более благоприятных погодных условий, чтобы применить на этих направлениях снова технику в большом количестве, как они делали это в двух предыдущих волнах. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, в эфире марафона «Едыни новины». Но даже большое количество техники не гарантия успеха, когда воины ВСУ сражаются за свою родную землю. Это кадры с запорожского направления. В момент штурма россиянами села Работина техника оккупантов снова пополнила коллекцию металлолома, получив мощный огневой ответ сил обороны Украины. Кроме того, есть информация о повреждениях объектов оккупантов в тылу. Так, во времена оккупированном россиянами Луганске ВСУ нанесли успешный удар по нефтесмазочным складам. В общем, с момента полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла почти 333 тысячи своих военных, только за минувшие сутки почти 800. Также уничтожены 5 танков, столько же бронемашин, 12 артсистем и десятки другой военной техники россиян. Министр обороны Украины Рустем Умеров находится с визитом в Брюсселе, где уже провел ряд встреч. В социальной сети Икс он рассказал о переговорах с министром обороны Бельгии, Людивин Де Дондер, отметив, что они обсудили планы по укреплению двустороннего сотрудничества, в частности, между оборонной промышленностью стран. Кроме этого, Рустем Умеров встретился с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится уже на сайте Североатлантического альянса. Стороны обсудили усиление помощи для противодействия российской агрессии и вступление Украины в НАТО. Крупнейший немецкий оборонный концерн получил заказ на производство дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины. Перед предприятием из Дюссельдорфа поставлена задача предоставить Киеву десятки тысяч артснарядов на сумму 142 миллиона евро. Заказчиком является одна из стран-членов НАТО. Все боеприпасы будут поставлены Украине в 2025 году. Вооруженные силы Украины получили еще 5000 FPV-дронов в рамках операции «Еднисть». Как сообщает платформа «Юнайтед-24», каждый беспилотник оснащен кумулятивным и осколочно-фугасными снарядами и находится в полной боевой готовности. Добавлю, что с начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины получили техники более чем на 175 миллионов гривен. И как, в свою очередь, подчеркнул заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, необходимо увеличить не только производство беспилотников, но и средства радиоэлектронной борьбы. Надо понимать, что, учитывая интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, беспилотники, особенно тактического уровня, являются по сути расходным материалом. Их запас нужно пополнять практически непрерывно, как снаряды. В ноябре нам удалось направить войска больше таких аппаратов, чем в предыдущем месяце. Недавно мы получили дополнительный ресурс для закупки. Поэтому в декабре вооруженные силы Украины получат уже в разы больше беспилотников. Иван Гаврилюк, заместитель министра обороны Украины, в интервью «Армия.Информ». В ночь на понедельник Россия атаковала по меньшей мере 9 областей Украины. Как сообщило воздушное командование ВСУ, были сбиты 18 из 23 ударных беспилотников «Шахет», а также уничтожена одна ракета. Для отражения нападения российских оккупантов были задействованы истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, отметили в воздушных силах Украины. Российская армия продолжает атаковать Херсонскую область. С оккупированного Левобережья россияне обстреляли Антоновку. Там погиб местный житель. Три человека ранены в селе Инженерное. Это уже пригород Херсона. В самом областном центре российские оккупанты ударили по детскому саду. В здании повреждены стены и выбиты окна. Пострадала одна из сотрудниц учреждения. С ранением головы в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. Число жертв вследствие российского обстрела города Новогродовка Донецкой области возросло до трех. Из-под завалов достали тело восьмилетней девочки. Ее родители, вероятно, до сих пор находятся под обломками, сообщили местные власти. Поисковая операция продолжается уже пятые сутки после того, как в многоквартирный дом в центре города попала российская ракета С-300. В Новоградовске объявлен трехдневный траур. Жителям Днепра выплачивают компенсацию на восстановление разбитого жилья. Почти 700 владельцев квартир и частных домов, которые были повреждены или разрушены российскими ракетами, уже получили средства на ремонт. Всего из городского бюджета выплатили 130 миллионов гривен. На эти деньги меняют окна, двери, восстанавливают крыши и проводят внутренние работы. Подробности узнала Наталья Хгусак. Ракетный удар по частному сектору, где живет Наталья Онищенко, россияне нанесли 29 сентября 2022 года. Тогда погибло четыре человека. Ещё как минимум пятеро получили серьёзное ранение. Около десяти были травмированы. Где-то в час ночи все уже спали. Когда мы вышли на улицу ночью, все выскочили, пропал свет. В общем, тут ни забора не было, была пыль. Здесь лежали камни, куски камней, шифера. Всё было завалено, вы знаете, таким строительным мусором. Ракета ударила в соседний с Натальей Онищенко дом. На его месте тогда осталась лишь огромная воронка. А взрывной волной сильно повредила ещё полсотни домов, в том числе и жильё Натальи. Крышу у всех подорвало по улице, соседей окна повыбивало, двери. По стене пошли трещины. Ну, в общем, хаос такой был. После ракетной атаки специальная комиссия обошла все дома, зафиксировала повреждения. Женщина также написала заявление, собрала необходимые документы и справки. Компенсацию на ремонт повреждённого дома она получила в конце февраля 2023 года. Его восстановила почти полностью. Деньги на ремонт жилья уже получили почти 700 жителей Днепра. Каждый случай индивидуальный, зависит от разрушений, которые нанесены помещению. Зависит только от разрушений. То есть человек приносит чеки, сметы, они совпадают с актом обследования. И мы компенсируем разрушения, которые произошли именно в результате ракетного обстрела. С начала полномасштабной войны только в Днепре были повреждены или разрушены больше тысячи квартир и частных домов. Из оккупации на подконтрольную Украине территорию вернули семью жителей Херсонской области с двумя детьми. Об этом в телеграм-канале написал глава местной обладминистрации Александр Прокудин. Он не сообщил деталей, но отметил, что сейчас семья находится в безопасном месте и с ней работают медики, а также психологи. Кроме этого Прокудин напомнил, что с начала этого года домой удалось вернуть 158 детей, похищенных Россией из Херсонской области. И к другим важным темам дня. Армия обороны Израиля расширила свою наземную операцию на всю территорию сектора Газа. Цахал нанес удары по двум сотням объектов террористов Хамас, уничтожив склады вооружения и важную инфраструктуру боевиков. Также израильские военные обнаружили еще две туннельные шахты, которые использовали террористы. В одной из них были найдены мины-ловушки, взрывчатка и оружие. В Цахал подчеркивают, прекращение гуманитарной паузы в секторе Газа вызвано нарушением соглашения об освобождении заложников со стороны Хамас. Напомню, по данным еврейского государства, в плену боевиков остается как минимум 137 человек. Мы вступили в новую фазу нашей войны против Хамас. Террористы прервали гуманитарную паузу, когда нарушили соглашение об освобождении заложников, отказавшись освободить женщин, детей и младенцев, как было согласовано. Боевики также нанесли ракетные удары по домам израильтян. Теперь всем ясно, что Хамас выбирает войну. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Берлин. Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем он начал первые за 8 лет немецко-бразильские правительственные консультации. Среди тем, которые обсудят на встрече разногласия по поводу войны России против Украины, обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также соглашение о свободной торговле Меркосур. Это экономический договор ЕС с южноамериканскими государствами, Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, который был согласован еще в 2019 году, но до сих пор не ратифицирован. Основной спор из-за экологических требований к южноамериканским фермерам, на которых настаивают Франция и Австрия. Бразилия и Германия выступают за скорейшее разрешение разногласий и немедленное начало действия торгового соглашения. Я убежден, что в обоих комитетах, как в Европейском Совете, так и в парламенте, большинством голосов будет принято такое соглашение, как только переговоры по нему будут успешно завершены. И я бы попросил всех участников быть максимально прагматичными и готовыми к компромиссу, чтобы мы могли наконец завершить этот процесс. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин, где встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Их переговоры продолжались более трех часов. В основном обсуждались коммерческие связи между странами. Добавлю, что белорусский диктатор, хоть и остается дипломатически изолированным из-за открытой поддержки российского вторжения в Украину, в этом году уже второй раз посетил Китай. Европейский Союз продлил часть санкций против России за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года. Об этом сообщили в Совете ЕС. А также отметили, что замороженные в Европейском Союзе российские активы можно использовать для компенсации нанесенного ущерба Украине. Однако для этого необходимо пройти путь переговоров и политических решений. Что именно потребуется, узнал наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Европейский Союз изучает пути использования российских активов для того, чтобы компенсировать нанесенный Украине ущерб. Об этом сегодня перед заседанием Совета Юстиции и внутренних дел Европейского Совета заявил Еврокомиссар по вопросам правосудия Дидье Рейндерс. Мы обсудим с министром юстиции вопросы, прежде всего, поддержки Украины. Конечно, можно привлечь к ответственности виновных в международных преступлениях, включая преступления агрессии. А также быть уверенным, что Россия должна возместить ущерб. Один из подходов сейчас применяет Бельгия, которая будет использовать налоги с российских активов для помощи Украине. Что касается государственных активов, на данный момент у нас есть решение одного государства-члена, Бельгии, о предоставлении всех налоговых поступлений от доходов от активов. Активы, по сути, являются резервами Центробанка России, и мы продолжаем рассматривать, насколько далеко можно зайти. Премьер-министр Бельгии Александр Декро в октябре во время визита в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что речь пока идет о сумме в 1,7 миллиардов евро налогов. Второй подход предполагает конфискацию частных активов за попытку обхода санкций. Вы знаете, что мы ведем дискуссию с парламентом и советом по вопросу организации возможной конфискации частных активов, в случае, если будет предпринята попытка обойти санкции. Также была информация о нарушении санкций и о том, что можно было заморозить в Европе активов на 28 миллиардов. Возможно, удастся организовать конфискацию частей по решению суда в связи с уголовным преступлением. Но для этого нам нужно дождаться конца переговоров и согласия парламента. В том, что Россия рано или поздно заплатит за нанесенный ущерб, в Еврокомиссии не сомневаются. Однако хочу подтвердить, что благодаря заморозке 28 миллиардов частных активов и мобилизации более 200 миллиардов государственных активов, мы получаем реальную гарантию. И это гарантия того, что однажды Россия будет обязана заплатить. На следующем саммите Европейского Союза, который состоится 14 и 15 декабря, будет принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в сообщество. Обсуждение этого решения постоянные представители 27 государств-членов ЕС начнут во вторник, 5 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Reuters. В проекте итоговой декларации саммита Евросоюза также говорится, что с Боснией и Герцеговина ЕС готов начать переговоры о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Того же требуют и от Грузии для получения статуса кандидата. И к другим актуальным темам. Несмотря на захватническую войну против Украины, Россия также несет реальную угрозу странам Балтии. Об этом заявил командующий северо-восточным корпусом НАТО Юрген Иохим фон Зандрарт. В этой связи он выразил солидарность с Министерством иностранных дел Литвы, которая ранее заявила о военной опасности, исходящей со стороны России. Россия уже начала и в дальнейшем продолжит восстанавливать свой потенциал отдельно от войны, развязанной ею в Украине. И это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря. Думаю, что выводы, которые были воплощены в действия относительно закупок и усиления возможностей литовских вооруженных сил, являются очень мудрыми и ведут в правильном направлении. Юрген Иохим фон Зандрарт, командующий северо-восточным корпусом НАТО, в интервью литовской национальной телерадиокомпании. Финляндия воспользуется опытом Польши в защите границы с Белоруссией для борьбы с нелегальной миграцией, которую спровоцировала Россия. Об этом сообщила представитель польской пограничной службы Анна Михальская. По ее словам, финская делегация изучила опыт работы поляков и использует его для защиты своей территории. Напомню, 22 ноября Финляндия закрыла почти все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва нелегальных мигрантов. И, как считают эксперты, закрытие Финляндии и границы с Россией символизирует начало новой эпохи в отношениях между странами. Хельсинки решительно сопротивляется гибридной агрессии Москвы, которая воспринимает своего соседа как некое очередное недружественное государство. Подробнее в нашем материале. Финляндия стала первой страной, которая закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объясняет свое решение резким ростом количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в государство через российскую границу. Так, в сентябре 2023 года с просьбой об убежище в Финляндии обратилось 13 человек. А за первые две недели ноября почти полтысячи. Финляндии воспринимают это как гибридную угрозу. Финнам нет нужды припускать этих беженцев, которых специально Россия привезла к своим границам. Второй момент тоже важный достаточно, поскольку среди этих беженцев могут быть радикальные элементы, то есть фактически террористы, но также представители российских спецслужб, которые могут пробовать инфильтроваться на территорию Финляндии, ну а потом, возможно, на территорию других стран, членов НАТО и Европейского Союза. Заверения Москвы о том, что она не имеет отношения к наплыву нелегальных мигрантов, не убедили Хельсинки. После того, как Россия открещивалась от зеленых человечков в Крыму, годами не признавала присутствие своей армии на украинской территории, а в 2022-м уверяла весь мир в отсутствии плана вторгнуться в Украину, ее заявлениям никто не верит. Война, которую начала Россия, это был как раз тот ключевой фактор, который негативно влиял, влияет и будет влиять на отношения между этими двумя странами, Анди и между Российской Федерацией. Российская Федерация теперь воспринимается финами как угроза. Отсюда и общественная поддержка любых мер, которые направлены на укрепление национальной безопасности. Естественно, это все не нравится в Москве. И Москва сейчас пытается использовать гибридные методы. То, что мы видим на российско-финском границе, когда российские спецслужбы фактически хотят использовать беженцев и иммигрантов в качестве оружия для того, чтобы создать очаг напряжения и, естественно, попробовать раскачать внутреннюю политическую ситуацию в Финляндии. Москва выслала 9 финских дипломатов. Хельсинки ответили тем же. Россия закрыла консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. В ответ Финляндия закрыла консульство Российской Федерации в Турку. Теперь в Финляндии возобновилась дискуссия о запрете двойного гражданства. И прежде всего речь идет о россиянах. В Финляндии, как такой восточный уже форпост НАТО, эта страна должна также понимать возрастающие риски со стороны Российской Федерации в контексте провокаций. Это и касается воздушного пространства, это касается приграничной зоны, так скажем. Поэтому усиление в этом направлении, оно происходит. Эксперты резюмируют. В отношениях России и Финляндии настала новая эпоха. Без продуктивного сотрудничества и конструктивного диалога. Финляндия, состоящая в ЕС и НАТО, будет вести себя как последовательный участник западной коалиции и реагировать на провокации Москвы соответствующе. На Россию надвигаются аномальные морозы и сильные снегопады. В Красноярском крае, на Чукотке и в Якутии в ближайшее время температура понизится до минус 50 градусов. Непогода бушует и в столице России. Снегопад буквально парализовал работу трех из четырех аэропортов Москвы, а также ограничил движение на дорогах города. Зафиксировано множество аварий. В снегу застряло около 200 грузовиков. Аномальные холода в России могут буквально заморозить жители многих регионов. Огромная часть страны по-прежнему не газифицирована. Жители провинции, как и раньше, лишь мечтают о центральном отоплении и по старинке отапливают жилье дровами. Как замерзает путинский электорат и что его ждет этой зимой, мои коллеги расскажут. Трасса М5 «Урал» из-за снегопада уже не первый день стоит в многокилометровом заторе. Несколько тысяч машин оказались просто в снежной ловушке. Ледяной дождь обрушился на Сибирь. Заблокированы трассы федерального значения. Самолеты не могут взлететь из-за обледенения как суден, так и взлетно-посадочных полос. Целые регионы становятся обездвиженными. В связи с прохождением фронтальных разделов ночью с 3 на 4 декабря и днем 4 декабря по Кузбассу ожидаются снегопады, местами метели, гололед, местами снежные заносы, усиление западного ветра 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду, резкое похолодание. Зима только начинается и похоже, что аномальная холода и осадки смогут пережить не все россияне. Конечно, как продолжают говорить по российскому телевизору, Европа уже второй год замерзает без российского газа. Но по факту в реальности именно простые россияне вынуждены брать кредиты на закупку дров, чтобы не умереть от холода. Все, что у меня есть пока на данный момент, 20 кубов, мне входило 10 тысяч, мне это хватало, а нынче я не могу. Также дрова можно получить в обмен на своего мужа или отца, если он поедет воевать в Украину и погибнет. Вот только такая помощь продлится не дольше, чем одна зима. Власти отчитались о доставке дров семье погибшего на так называемой спецоперации жителя Бурятии. Центральное отопление, туалеты в квартире – это те блага, которые большинству россиян просто неизвестны. Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире, но с газификацией в Великой и Могучей тоже большие проблемы. В России газифицирована лишь треть населенных пунктов. По логике Кремля, пусть россияне лучше умирают от холода или на войне в Украине, чем они будут дома сидеть в тепле и добре. Деньги идут на войну, то есть российский бюджет все больше и больше милитаризируется. Милитаризируется и за счет чего? За счет сокращения потребления простых людей. Это знаете, как в том анекдоте. Папа, папа, водка выросла в два раза в цене. Ты будешь меньше пить, нет сыночек, ты будешь меньше есть. Вот приблизительно в таком формате живут сейчас россияне. Зима в Российской Федерации только началась и, похоже, она будет очень холодной и затяжной. Но спасение от холода россиян – дело рук самих россиян. Власти России о холодах только предупреждают, но помогать никому не собираются. Сатирическая пьеса о Путине вызвала настоящий фурор в Болгарии. Произведение украинской писательницы Саши Денисовой под названием «Гаага» рассказывает историю подростка-сироты из Мариуполя, размышляющего о том, как высшее руководство России предстанет перед судом за разрушительную войну в Украине. В каком обличье режиссер увидела российского диктатора – смотрите далее. Восторг у зрителей вызывает уже сам ее выход на сцену. Ее потому, что Путина играет женщина. Название пьесы «Красноречивая МГАГа» написала ее украинка Саша Денисова. Пьесу адаптировали уже в нескольких странах. Для Болгарии это был без преувеличения вызов. Ведь часть населения настроена лояльно к России. Пьеса была принята так, как мы и ожидали, с очень полярными мнениями. Но я думаю, в этом и стоит задача такого типа театра. Пьеса рассказывает историю подростка-сироты из Мариуполя, фантазирующего о том, как высшее руководство России предстает перед судом за разрушительную войну в Украине. Актриса Родена Волканова, играющая президента России, признается, без раздумий приняла приглашение сыграть роль в спектакле «ГАГа». Коллега Родены Юлиан играет роль Евгения Пригожина, которому тоже находится место на скамье подсудимых. Однако этому персонажу не повезло дождаться официального правосудия. В ходе репетиции сначала у нас был готов сценарий, потом случился так называемый путь – марш на Москву или, как там его называли, переворот вагнеровцев. И на следующий день я спросил режиссера, что делать? Становится жарко? Мы ввели несколько новых строк, добавили несколько строк о путче. По мере того, как разворачивались события в России, строк в сценарии все добавлялось. Со мной такое впервые случилось, и было бесконечно интересно все время так менять текст. Спектакль – это вымысел в голове ребенка. Но ведь ты играешь реального персонажа, который потом умирает. Во время репетиций это впечатляет. Драму можно посмотреть в Национальном театре «Софии». Потом она отправится по другим городам Болгарии. Создатели верят, что сюжет спектакля очень скоро воплотится в реальность, и Путин со своими приспешниками окажется на скамье подсудимых. Говорить о важном далее продолжат в информационном марафоне Валерии Клименко. И Каролина Король уже готовы обсудить с экспертами важные темы последних дней. Оставайтесь с Фридом и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин